Задают вопрос, будешь ли ты мстить всем, кто не проголосовал за Лёшу? Я говорю, нет, конечно, типа, чё за бред. И начали разгонять Рома с Захаром, типа, Майя сказала, что будет всем мстить, она мстительная, она будет мстить. Я просто такая, чего? И они это сейчас внушают коллективу, прикинь? Я в таком шоке просто. Или я нам подтвердила, типа, параду. Кто? Она, короче, всё-таки подтвердила и сказала, что... Типа, она когда подошла после конкурса к маме твоей, и что ты, короче, сказала, что ты, типа, якобы будешь там что-то ей то ли мстить, то ли что, за то, что она не проголосовала, типа, за Лёшу. Чего? Ну, это вот вчера разговор, и я тебе рассказывала вообще. А ничего вообще, что ли, того? Очень интересно, конечно. Как раз Лёша пришёл, потому что вчера Рома приходила наверх к нему, а не поговорили. Ну, слушай, как бы нормально, логично, что он пришёл. Ну, что нифига себе. Вот, они якобы поговорили, всё нормально, и... И, короче говоря, вот так сказали, что ты и Лена, типа, подтвердила. Да, она мне тоже, типа, сказала. Что? А что это ты, типа, за Лёшу? Ты знаешь, что Лена вообще? Лена сказала, что голосовала за тебя, голосовала за Лёшу. А стояла всем, говорила, я голосовала за Лёну. Хотя голосовала за Лёшу. Ну, тут дело не в этом. Мне вообще, по сути, знаешь, как бы, ну, вообще дела нет до того, там, кто как голосовал, да, грубо говоря. Главное, что Лёша прошёл для меня, да. Но... Мстить? Да, ну, бред, это чекануться надо. Голосование анонимное. Люди, там, делали свой выбор. Мстить ходить? Что за бред? И, знаешь, что самое поганое? То, что вот, как бы, Лёшу неприятно была тема друзей, но, блин, его друзья теперь ходят и распространяют вот такие слухи против него. Ты сказала, что я тебе буду мстить, что я тебе угрожала после конкурса. Ты меня не угрожала, Майя. Всё, вот так и говори. Я не угрожала. Нет, подожди, это был разговор при Майя, при Лёше и при... Я понимаю, просто Лена... Просто меня бесит то, что вы меня здесь засаживаете, потому что я... Ты в жопу засаживать, больно ты надо. Лена, мне говорят напрямую, подходят люди и говорят, Лена сказала о том, что ты ей будешь мстить, что ты ей угрожала. Я говорю, такого не было. Вы что засаживаете, Лена? Вы что засаживаете, Лена? Вы что, я буду драться за Лену, вы что, блин, гоните, что ли? Сейчас я её выгорю отсюда, Лена. Будешь драться за Лену давай, Михаил? Саша, вот просто отвечать за свои слова и как бы непонятно. Да, просто смотри, Лена. Происходит так, что ты это сказала, только Майя к тебе подошла, и ты хвост поджала. Боишься сказать. Нет, я не поджала. Поджала. Короче, Лен, я тебе угрожала? Нет. Давай тогда, пожалуйста, ты вот... Просто за собой зашёл за то, что ты девушка, которая мстительная, и которая можешь, ну, типа, мстить. С чего ты решила, что я мстительная? Я тебе мстила, когда-то... Лен, сейчас там есть люди? Да. Дай посмотрю, кто там. Пойдём, Лен, вырежешь и скажешь, что Лену не угрожала. Нет, можно и накрашусь, пожалуйста. Будет с твоей стороны тогда перед всеми извиниться. Я понимаю, вам сейчас надо делать прям эти эти... Лена, Лен, знаешь, что я делаю? Я извинюсь. Делай честью. Делай честью. Майя, я извинюсь, ты мне не угрожала, всё. Пойдём, ты скажешь при коллективе. Чтобы не было дальнейших, понимаешь, разборок. Ты как-то обижен, не знаю, на нас там или на меня. Ты чего, браковаешь, что ли? То, Ром, извини, если какие-то моменты есть. Я вчера с Лёхой говорил, у меня вообще точно на вас обиды нет, всё нормально. Просто сегодня ко мне подходит Арсен. Говорит, в мужской спальне после пельменной был разговор, в котором мне сказали, что ты на меня обижена. Это не с моих узлов сказал. Я говорю, ну, это странно, потому что я таких слов не говорила. Потом происходит какой-то разговор, что я якобы буду всем мстить. Я вчера это сказала. А я вчера об этом сказал здесь кому-то в коллективе? Я сказал, на что отреагировали вы? Просто смотри, насколько я знаю, насколько я помню, да, я после пельменной зашла в общий дом, и я поняла, что вы в мужской спальне как раз-таки обсуждали пельмены. Я пришёл к Саймона спросить, может, я что перепутал? Вот вчера я проще сказал, и, собственно, с этого всё началось. Фраза о том, что мне полезла слух, вот такая твоя фраза в первой комнате. Я пришёл к Саймону уточнить, может, я что перепутал? Может, я не прав? Говорит, нет, я именно так и услышал. Вот с чего начался этот разговор. Ну, вот смотри, ты услышал так, Саймон так услышал. Я сказала эту фразу не так. Я просто не хочу, чтобы это дальше развивалось, как то, что я сказала эту фразу так. Если у тебя такие методы борьбы, ну, пускай будет так, хорошо. Вот видишь, как ты сейчас это все выкручиваешь? У меня такие методы борьбы. Ты считаешь, что это какой-то метод борьбы? Ну, мне кажется, да. Ну, я тебе говорю, что нет. Это та же ситуация, та же история, вот как я сейчас говорю. Я тут слышал так, ты говоришь, нет, я сказал это по-другому. Ну, видимо, значит, мне так и самому показалось. Это не какие-то мои методы борьбы, просто мы начали это вчера обговаривать, я просто сказал, что мне не понравилось, все. То есть это не какой-то метод борьбы, это не та история, где я хожу, разношу здесь по коллективу. Если бы я хотел, чтобы это было в качестве какого-то метода борьбы, тот же Ромашов бы сейчас это воспринимал в таком контексте, я бы ему сказал, я бы всем сказал. И, Ромашов, тебе что-то говорил? Вот и все. Это не может быть автоматическим методом борьбы. Просто, ну, Ром, я замечаю там определенные моменты, так же, как и Леша замечал, да, я думаю, он вчера с тобой разговаривал на эту тему, просто... Так в том-то деле, что Леша в другом контексте мне об этом говорит. Просто смотри, что касается вот вчерашней ситуации, да, некоторые моменты, которые ты там озвучивал, из-за чего у нас, когда, да, произошли какие-то ситуации, мне кажется, они были, ну, излишни с твоей стороны. Если какие-то с моей стороны были излишни моменты, я перед тобой извиняюсь. Честно, извини меня, пожалуйста, если эти моменты были излишни, если тебе они так показались, хорошо. Тебе они, сам факт, они тебе не понравились, я за это извиняюсь, но я тебе даю мужское слово. Вот клянусь, это не является никаким методом борьбы или с чем-то подобным. О, как неожиданно, Марин. Подарочки. Спасибо тебе большое. А какой Маринке, а какой мне? Голубенький Маринке. Спасибо тебе большое, честно. Честно, везла вам подарочки. Честно, приятно. Ты же знала, что дни рождения были, везла вам подарочки, а потом приезжаю и это. Ладно, давай обнимемся. Попорывая напряженка мне не нравится, честно. Ну вот мы сейчас, слышишь, Леш, мы сейчас вот шли с Ромой как раз и говорили о том, что какой-то момент напряжения, он в любом случае есть. Ты все равно чувствуешь, да, говорит, честно. Это ненормально. Это вообще ненормально, вот без прикола говорю. Я согласен, что это ненормально, поэтому я и гружусь из-за такой сложившейся ситуации.